Мир всем! Субтитры сделал DimaTorzok Благодарская надежда Профон уши Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok так и Господа. Господь не отвергает приглашение и приходит, потому что Он смотрел не на собственное достоинство, а на то, что полезно и благотворно для нас. Вячеславу не говорите еще. Тот, кто не счел низким быть между рабами, тем более не мог счесть низким пойти на брак. Теперь убеждает его совершить чудо, потому что из событий зачатия и рождения она получила высокое понятие силы его. Ибо она все сохраняла в Своем. Лука 2, 19, 51. И отсюда заключала, что Сын ее имеет силу выше человека. Но Богоматерь не имела повода просить Иисуса о совершении чудов в том, будто Он совершал и другие чиниста. Ибо, будучи отроком, Он не совершил ни одного чуда, иначе Он был бы известен всем. Вместе с Сим, Матерь помнила и отзывы Иоанна, в каких Он свидетельствовал о нем, видела уже, что и ученики следуют за Ним, и из всего этого догадывалась о силе сына. Но Он делает ей упрек и не без основания. Если, говорит, нет вина, то и нужно было прийти и просить тем самим, которые не имеют его, а не тебе, матери. Ибо, когда свои просят совершить чудо, то зрители его соблазняются, а когда просят сами нуждающиеся, тогда дело бывает свободно от подозрения. И еще не пришел час мой, то есть не наступило приличное время. Он не до конца и не во всем противодействует матери, но упрекнул немного и опять исполняет ее просьбу, воздавая ей честь и нам подавая образец уважения к родителям. Вопросы? Уже не в первый раз убеждаюсь, как у Бога все вымерено, и как вот все... Сколько раз совпадает от чтения Писания и события, которые происходят. Сегодня только смотрел ролик и выставил, и называется брак. И вот сейчас тут же совпало о браке. В Кане Галилейском читаем Священное Писание и толкование. Вопросы по тексту есть? Кто женился? Кто женился? На ролике имеете в виду? Игнать Тихонич? Нет, 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 в Евангелии. В Евангелии кто женился? Ну тут... Ну... Не написано имен. Игнать Тихонич, кто женился? Вопрос был. Женился Симон Зилот, один из апостолов. Это в то время их называли кинжальщики, террористы. Они занимались убийством политических деятелей из-за угла. И Господь посетил его, и он обратился к Богу. Это життя святых, говорит. Симон. Зилот. Там Симон-то и Петр был. Тут дело-то еще вот что. Господь совершил чудо. А сейчас бы, если помолиться, то нужно было помолиться Господи, все вино преврати в воду. Особенно в России-то. Вот так. В житиях есть такое. Одну девицу, там, какую-то Февронию, Юлианилю, приговорили отдать развратникам. Ну и чтобы солдаты заходили, тешились там. Она говорит, я награду только получу от Бога. Это же не мое желание-то. Ну и стоят там в очередь молодые люди. А там один подошел и видят он с званием-то повыше майор. Ну он, первый посторонились, он сразу зашел к ней и говорит, я христианин. На, надевай мою одежду, так маленько прикройся, когда пойдешь, как бы стыдясь. А я останусь тут, отвечу. Его потом казнят. Ну а следующий-то за ним зашел в очередь чья? Мужик. Он говорит, что воду в вино у христиан, я считал, но чтобы баба в мужика превратилась, не считал такого. Вот такие еще чудеса бывают. И этот брак был известен, отсюда делаем заключение, язычникам. Меня пытали про такой брак. Нигде-то в Синоде, в митрополиции, эти епископы прослышали, что я не пью. А это, если я говорю, вино-грех, то я иритик, уже законный. Я говорю, да я не против, но много пьяных, что я ради буду. А выпей, выпей, чтобы показать, что мы свидетели, что ты выпил. Ну и налили мне стакан. Я выпил, и говорю, у меня у Надежды Васильевны квас крепший. И все на этом. Ну больше не пей, говорит, у меня своих попов пьяниц хватает. Все, отошел. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 5 по 8 стих. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейства. вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли толкование. Мать говорит служителям, что скажет он вам, то сделайте с тем, чтобы просьба была усилена через приступ и прошение их самих, чтобы явно было, что отказ был не от бессилия, но с целью отвратить мнение, будто прибегает к чудотворениям из самохвальства и пустой напыщенности. секундочку. Каменные водоносы употреблялись для очищения иудеев, ибо иудеи почти каждый день обмывались и потом уже принимались за пищу. Прикасались ли они к прокаженному, к мертвецу, сообщались ли женщину, они обмывались как уже нечистые. И как Палестина была безводной и нельзя было находить много источников, то они всегда наполняли водоносы водою, чтобы не бегать на реке в случае осквернения. Не без цели сказал по обычаю очищения иудейского, но чтобы кто из неверных не подумал, что в сосудах оставался некоторый осадок винный, потом, когда влили воду и смешали, образовалось самое слабое вино. Показывает, что они никогда не были вместилищами вина. Но неужели не мог он произвести вино из ничего и не наполняя сосуду водой? Конечно, мог, но величие чудес часто уменьшает их удобоприемлемость. Могла быть и та цель, чтобы служители, носивших воду в сосуды иметь свидетелями чуда, приказывает служителям, чтобы они подали питье для отведания распорителю пира не без цели. Но чтобы кто не подумал, что было собрание пьяниц, вкус у них испортился и в состоянии обвинения они приняли воду за вино. Чтобы такое подозрение не имело места, он отведывание предоставляет трезвым распорядителю пира, ибо те, которым верялось служение при подобных случаях строго воздерживались, чтобы под их распоряжением все происходило чинно и благоприлично. Вопросы? Евангелие от Иоанна 2 глава 9-10 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются тогда худшее, а ты хорошее вино берем до силы. Толкование «Господь устроил так, что спрошены не служители, а жених. Господь не просто сотворил из воды вино, но вино прекрасное, ибо чудеса Христовы таковы, что гораздо превосходнее того, что совершается природа. О том, что вода притворилась в вино, свидетельствуют служители, черпавшие воду, о том, что оно было прекрасное, распорядитель пира, а всем этом с течением времени проповедано, и слышащие о сем должны были увериться очень твердо. Под вином ты можешь разуметь евангельское учение, а под водой все предшествовавшее Евангелию, что было очень водянисто и не имело совершенства евангельского учения. Вопросы? Игнать Тихонич, у меня вопрос. Я давно, уже наверное сколько, лет семь может назад, да нет, наверное больше, 2005 я крестился еще где-то, назад, было адвентистов собраний, и там как раз они говорили, они причащаются, как бы причащаются, не веном, а сок. И они вот это место толкует, ну как насмехаются, что ли, да разве бы господь пошел там, ну где пьяницы, они что, трезвенники, правильно, что вино, это неправильный перевод, это вино, это сок, на самом деле. ну а я когда читаю тут слово напьются, напьются это, ну в моем понимании, захмелеют все-таки, хоть оно там может быть и слабое вино было, но из-за чего можно не различать вкуса хорошего вина и плохого вина, как не из-за опьянения, и я вот когда это читаю, понимаю, что адвентисты тут что-то прям лукавят, ну под свое гнут, так же как вот еще к нам приезжал этот трезвенник Малосибирска, как его забыл, он тоже все, вино, Жданов, 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 тоже он под свое толкование тоже гнес, действительно ли там вино было и люди напивались, или вы говорите, что это язычники были, а что бы им не напиваться, надо и вот они, Господь бы к пьяницам не пошел, так пел, ел с мытарями и как-то с пьяницами так и написано, что он не гнушался этого, и его пригласили как знакомого и толкования нам православным так все объясняет, как-то вино, вино, самое настоящее вино, потому что когда упьются, они уже люди не разбираются, лишь бы чем-то еще глотнуть, ну им тогда похуже дают, а ты такое хорошее вино, вино, сберег, когда, ну надо было бы дальше, а ты даешься, вот когда, ну, до самого конца зря сберег-то, а о соке виноградном же речи нету, у них так называется молодое вино глевкос по-гречески, так что, это самое настоящее вино, стопроцентное, а говорите, Ажданова Владимире Георгиевича, так он оккультист самый настоящий, я ему даже книгу подарил, он придумывает, что это вот так-то, а если иногда вино берут, то вливает в него кипяток, и оно испаряется, и парами винными этот алкоголь выходит, бредни, во-первых, никогда кипятком нет, а теплота называется, такое название, разводят теплотой, теплой водой, а там в церкви, да и при счастье, когда готовят, а почему, потому что кровь Христа теплая, ну, такое объяснение дается-то, так что, это было настоящее вино, все. Так, идем дальше, ну, причем не просто, там такое, вино прекрасное, ну, раз они вкусные, а у сколько там. Понятно, что впереди там говорит Бажен Афи Филат, что если бы он из ничего, как хлебы, там умножил где-то, а было так, что из ничего Господь сотворил, то рыба там не вмещалась, прорывалась, и так, а это теперь-то явно дело, а мы сами заносили, свидетели, это же немало дела, там, сколько ветер было, и мы сами заливали, и люди-то сидели, это же не где-то на задворках делалось, видели, что это точно, вода черпает там у колонки или из ручья, и вдруг превращается в такое вино, это начало чудес, а почему, говорит, начало, потому что в разных Евангелиях, как у Иуды, там Фомы, там говорилось, что Христос, когда маленький жил, он рядом дворы, их были с Иудой, и они лепили глиняных голубей, а у Христа-то хорошие получались, а у Иуду-то, видно, не очень, и он тогда злой соскакивал и топтал, а Христос эти глиняные подбрасывал, и они летели, и на ставни там садились сверху на обналичку-то, да говорит, если бы это было, то вот это уже не было бы первое, положил начало чудес, это первое чудо, так что всякие другие толкования отвергаются вот словом первое, это блаженный Фефилак так говорит, Евангелия Таана 2.11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его толкования. Прежде всего Он не творил другого чуда, которым бы Он явил славу свою. Евангелия Таана 2.12.17 После сего пришел Он в Капернаум, сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинув, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем съедает меня. Толкование. Господь приходит в Капернаум не для другого какого дела, как для того, чтобы оставить там мать свою, чтобы не водить ее за собой повсюду. Так как они ходили в кану на брак, а брак прошел, то он и возвращает мать в Капернаум дом ее. Словами приближалась Пасха и Евангелист показывает, что Иисус крестился незадолго до Пасхи. Пришед в Иерусалим, он совершает дело, обнаруживающее полное самовласть. Именно выгоняет из храма тех, которые продавали овец и молок. Хотя Матфей в 21 главе 12-13 стих повествует о всем, но знает, что он сделал сие не однажды. Рассказываемое у Матфея он совершает близко к страданиям своим, а настоящее у Иоанна он совершает в начале знамений. Посему здесь с послаблением сказал, дом отца моего не делайте домом торговли, ибо чудеса только еще начинались и у него не было еще той смелости, такую предавали чудеса. А там, то есть у Матфея говорит, не делайте вертепом разбойников. Явно назвал их разбойниками, как наживающихся несправедливыми средствами. ибо кто мало стоящую вещь ценит дорого и при случае извлекает себе выгоду от бедных и втов, как обыкновенно делают скупающие необходимые предметы и потом продающие, что иное делает, как неразбойничает, извлекая себе выгоду из несчастья ближней. Кто показал такую ревность по храме, тот не станет отвергать Бога, Господа храма. И выгнал не просто, но ударяя бичом из веревок и опрокинул столы и рассыпал монету или деньги миновщиков и решился на дело весьма опасное. А кто подвергает себя опасности задолженно дом Бога, тот допустит отступление от закона Божия не как Бога противник, но без сомнения как Сын, имеющий равную власть с Богом и Отцом, ставшим закона субботи. Посему не сказал дом Бога, но дом Отца Моего, показывая, что он как Сын имеет власть над всем принадлежащим Отцу. Подобно тогдашним торговцам грешат и много из первосвященников, тогда они продают в церкви валов, не отдавая чести отличающимся в учительском слове, но отдавая оную желающим злодействовать, когда продают овец простой и обыкновенный народ, голубей духовные дарования и когда поставляют на высшую степень тех, которые больше дают, таких Господь выгоняет из святилища, находя их по суду своему недостойными первосвященством. также если кто продает крупную и мелкую монету, то есть мнение и слово и будучи учителем, но не предвидя пользы, не возвещает евангельского слова, то Господь опрокидывает и его стол, то есть звание учителя и учение, которое он по злобе удерживает, не давая его всем, между тем, как Господь Иисус отрешает такого от власти и посаждает на стол учительский другого достойного. Ученики вспомнили, что написано «ревность по доме твоем сни дает меня». Солом 68 10 «Немного еще времени возрастают они в добре, а уже припоминают и места из Писаний, и в них, находя свидетельство, более и более утверждаются в своих познаниях о Христе». Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на слова Феофилакта не отдавая чести отличающимся в учительском слове и не возвещает евангельского слова. Жизнь не может продолжаться без питания, но какими соками питается зародыш во чреве матери? Это зависит от того, чем питается она, его мать. Червоношение плотского человека может закончиться смертью только в результате отравления от того, что ела мать. В духовном плане происходит то же самое. Если в храме нет живой проповеди, если вся сила деятельности уходит на совершение обрядности, богослужений и забота священника будет заключаться только в том, чтобы люди как можно чаще исповедовались и причащались, в то время как эти люди живут во грехах, то духовно роды могут и не произойти, а будет выкидыш. И если родится нечто, то далеко не евангельское дитя. Пророки очень часто советовали обращать внимание на то, чем питаемся. крокос Исайя 28,8 «Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места». блевотиной называется то, что не проходит естественным путем вниз, а извергается верхом, как у пьяного, говорит Иоанн Златоуст. И такого человека, который не строит свою жизнь на Евангелии, Господь употребляет именно блевотине. Откровение 3,16 «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Теплохладностью душа делает себя отвратительной для своего Создателя и ни к чему не годной. И Господь опрокидывает такие столы, очищая храм Божий от всякой нечистоты. Он Сам дает средства очищения все выметающие проповедь Слова Божия грозную и обличительную. Евангелие Дана 15,3 «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал Вам». Проповедал Вам. Горе ждет епископа или священника, если, будучи учителем, но не предвидя пользы, не возвещают евангельского Слова. И слепой народ бредет за иными вождями, не отдавая чести отличающимся в учительском Слове. Апостол Павел в каждом послании и многократно напоминает о своем труде о благовестии и что от благовестия и земное пропитание духовного труженика. 1 Коринфянам 9 14 «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Дети Божьи, которых ныне нарицают прихожанами, должны хорошо разбираться в роде пищи». Евреям 5 14 «Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла, где нет живого Слова Божия, где не возвещают евангельского Слова, там враг сеет по малу и по многу, и будут бунты и революции, там не будут отдавать чести отличающимся в учительском Слове». Вопросы? «Почему сегодня никто не опрокидывает столов и не призывает священников ревностных вот таких сынов Божьих нет? или это все-таки в духовном плане проповедь или торговля-то есть везде? А люди не знаешь, как нельзя? Да боятся наверное многие просто. Боятся страшно, да. Сергей, ну вот я скажу опыт свой. Совсем недавно я просто заснял на телефон торговлю в храме, меня уже в милицию хотели сдать. Кипиш подняли, в телефон забирали, все такое. Женщины причем. То есть такая вот ситуация. Ну а меня один раз бог миловал я снимал когда наш еще епископ Курочкин приезжал я начал снимать с попрошая попрошая снял они меня отматерили костылем там мне чуть по хребту но я в храм от них убежал там торговлю снял мы это выставили в интернете даже маты эти попрошая все обошлось а вот в другой раз тоже в воскресенье пошел на ярмарку православную торговали там софрино всякими иконами ложечками серебряными я снимаю его и он не выдержал камеру это мне сломал но все как говорится верующему все содействует ко благу мне пришлось эту камеру купить я сейчас на эту камеру снимаю ролики с Василием они очень нравятся и вот вчера один мой клиент я к нему приехал собаку дрессировать и он уже на этих роликах раньше мы про Никиту смотрели ну а сейчас перешли на Василия очень нам нравится каждый день прям женой садимся и смотрим я позанимался он мне денег за работу дает и это отдельно Василию набрал продуктов я вчера Василию привез говорю вот тебе звезда ютуба получай а я у них спрашиваю а что там с Василием я снимаю и снимаем и беседуем он то зарядку делает то по деревьям лазит то на лыжах может это им нет не это им вот именно интересно вот духовные вот эти переживания духовные вопросы о евангелию их это трогает конкретно вот место священного писания которое меня тронуло которого я родился вот он мне его назвал сотворитель же достойные плоды покаяния и он начинает думал о плодах какие плоды должны я бы свой опыт рассказал поделился слава богу вот а снять эту торговлю в храме на видео и то как бы уже сделать Андрей недосток покешай надежда благодатская поближе к микрофону еще раз вопрос архиереи требуют батюшкам деньги как они где деньги будут брать у них жопщины нету как у вас понятно то есть архиереи требуют деньги и батюшке приходится заниматься торговлей в храме несмотря что вот господь выгнал и не сказал не делайте то есть для них указ архиерея приоритетнее чем указ христа ну что ж просто вопрос не архиерей будет на страшном суде судить слово которое я сказал оно будет судить нас в последний день вопрос есть что делать архиерея требуют священнику куда как а почему у нас архиерея не требовал за 13 лет ни разу не требовал вот какой ты такого бог дает тебе архиерея у него носков даже не было спал и ел вместе с нами говорят вот едут когда архиереи со своей свитой ну и поборы настоящие кроме того что постоянно налог наложенный так еще и поборы знаете ли вы такого епископа хоть одного московской патриархии я ответил знаю серьезно конечно а кто такой я говорю епископ ефтихий курочкин в городе он у нас он у нас был епископом он никогда ничего не брал вот пожалуйста а как ну а на что папам жить десятина святая десятина со всех достатков все что ты накопал собрал ягоды десятая часть принадлежит священству скотина у тебя там и еще что-то святая десятина ее забыли да она никто не в новом завете ее нету как что в новом завете наша зависимость от бога не исчезла а раз бог дал солнце землю и луну и все необходимое земле качество поэтому делись с богом златоуст говорит прими его в соучастие он же помогает тебе выращивать ну и отдай ему его мы даже девять десятин говорят отдавать а не одну даже одна десятина если у нас десять человек только в собрании ну и то уже определяет не надо а у нас на все хватает зумлет крышу перекрывать даже налог заплатить 60 тысяч заплатили только за землю это деньги здесь все время везде требуется сейчас вот топят кочегар привозим дрова вот где-то заплатить за машины за уголь батюшка вытаскивай деньги всегда есть и все это спокойно никакого даже вопроса нету у нас были люди которые и притом не записываются платил не платил а просто по совести и она оказалось не платила бабушка 70 лет ей Александра а почему не платишь ну начала так мы же предупреждали и говорили и принимали и заявление писала у нас кто в оглашенный ходит уже платят ну и ей отказали ходить она сразу же переоделась губы накрасила и пошла вот через десятину Бог определяет другая у нас в деревне такая же была а я кладу туда у нас специальный ящик написано доброхотно дающего Бог любит а сколько десяти а сколько пенсия она не говорит то есть лукавит лукавит но сколько бы не было если десятина десятина то десятая часть тысяча уже десятки вот а деньги то берет секретарь там Елена Барабаш она говорит никогда такой не было обман и она сразу вышла и какую-то секту изобрела неизвестно и все то есть Бог через это определяет святая десятина вычерчивает другой образ он обманывает а ты открой книгу Тавита Тавит запиши себе первая глава шестой восьмой стихи все отступили колено нефалимо все а он говорит а я выполнял наказ моей бабки Девор я ходил и отдавал десятины одну туда отдавал другую сюда третью кому требуется три десятины платил всегда и Бог его обильно благословил вот весь ответ мы думали как это сделать чтобы не было торговли то никак только десятина и святая десятина не просто у меня даже есть стихотворение написано святая именно Богом установленная а сегодня так ее нельзя а торговлю сплошь и рядом ведут да торгуют то нечистой свечой сопренно делать я называю нитка обмазана мерзостью там такое все катаракта глаз копоть стоит у нас чисто восковые батюшка дает деньги покупают он батюшка не нуждается в этом у него своих овечек я говорю сколько до ста овечек ну понятно что сама мать матушка агроном институтом содействует у нее всего есть огорода три другим помогает Бог видит твой труд и вот начинает лукавить вот зашел тут Дудин но до того лукавый а вот видите сейчас такой народ слабый поэтому экономия в церкви он даже не знает не экономия и экономия послабление то есть ну надо сделать так то давайте сделаем так то то есть совсем никак планка лежит не на высоте висит а грязи опустил а нас по лощадь везде Томской парке сегодня кто-то выставил мне пришлось прочитать прям под занятиями здесь они завидуют ужасно они ничего этого сделать не могут вот говорят что приходить надо одеты по форме Осипов говорит ну сделай хоть 20 человек чтобы приходили по форме у нас все маленькие девочки там варвара бегает я не знаю сколько но совсем махонькая она по форме одета два платка хиджаб на ней уже православный мы в храм приходим здесь спрашивает а это из какого монастыря посмотри на Божью Матерь как одевается мужчины все до одного с бородами оглашенной он даже еще нет бороду не носит тут один есть он кажется студент медицинского университета ну и поэтому пока бороду задевает и срока ему нету просто так разрешили ходить ну можно все делать можно был бы ты ревност и имел страх Божий нельзя 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 вот ты Сергей смотри когда приходят свои фамилии не ставят и фотографии нету узнай почему и закрывай не надо чтобы у нас не было лукавства вот у нас я гляжу все с именами братья все с бородами ну сразу видно что у нас именно занятия в университете у нас как ходили то только придут люди первое занятие скажешь ни разу не было чтобы кто-то сопротивлялся все в платочках сидят а наши придут по форме как голубки нежные отошел вопрос есть Сергей добро Игнать Иханович а не в прямой ли зависимости вот такая ситуация что вот при таких богатствах ресурсах и так далее самая богатая страна в мире и самый нищий народ вот именно что десятина забыта всеми ну согласно малахи считаем об этом господь говорит испытайте меня бог говорит не отверзу я небо для вас это очень с этим связано десятину не платят ничего нету нету вот стали спрашивать интервью тому Морганам миллиардер в Америке как вы богатым стали он говорит я десятину платил всегда вначале шляпами торговал десятину маленькой была а сейчас он отвешивает там где у своих мормонов находится где он там или какая другая там ересь он отвешивает уже сотни миллионов но десятину отдает ну у нас же ни один не отдает ну кто освященник то тоже должен отдавать десятину а десятина десятина называется и патриарх должен отдавать десятину вот так все а вот за тысячу лет крещения Руси был период когда платили десятину там князья может еще первая церковь которую стали строить в Киеве она называлась десятинная церковь название даже говорит князь Владимир наложил оброк десятую часть что уплатили на постройку очень величинственного сооружения десятинная церковь запомни это само название говорит оно с первого дня было установлено а потом ну еще десятина с бабки то возьмешь но тогда уже все требы все бесплатно делать симонии не будет тут смертный грех нависает они дома освещают там крестят все за деньги а сейчас добровольное пожертвование прийти или брать а какие добровольные ну за крещение там полторы тысячи там добровольное да какое же добровольное добровольное подошел крестить и денег нет поп сразу сморщится скукожится все везде обман все так у нас нигде нету в уставе сказано а будет у нас другой священник и он будет брать мы в этот же день расстанемся с ним у нас свечки не ворует она должна догореть помыть помигать и погаснуть все сожжения и это у нас в уставе указано свечи чисто восковые даже миллиграмма не должно быть другой примеси и все это соблюдается отдают нашим сестрам живущим чисто они льются свечи эти ну можно мы показали что можно ну батюшка вот вчера мне и говорит ну ты сейчас вот окажешься в московской патриархии допустим ну вот поставили бы ну конкретно здесь в Барноле что бы ты мог сделать-то я говорю ничего он говорит ничего ну я говорю ты знаешь еще большой амбарный замок чтобы закрыть храм больше ничего нельзя сделать и сразу же в ограде начать катехизацию и месяца через три первых людей по одному запускать ну и охрану выставить человека четыре крепких братьев в воротах и уже первый год церковь вся обновится вся чужих не будет и она сразу начнет умножаться количеством это было при императоре Декии они все распустили вожжу это лишь бы деньги были бизнес деньги 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 Игнать Тихонович я правильно понял что вот именно когда идет ну то есть торговля таинствами крещением венчанием требами это приравнивается греху симонии правильно я понимаю смертный грех смертный симон волк да будет тебе это в погибель это симония самое настоящее а патриарх Алексей Второй говорил об этом страшно подумать симонии везде занимаются а вот экономия экономия нашли где лукавые попы лукавые безбожные совершенно завистливые бездарные я им характеристику давно уже давал и каждое слово обосновал а почему да потому что в Библию не заглядывайте она для вас никто в каноны да разве можно каноны соблюдать иначе никого в храме не будет так ну и уйди оттуда не торчи когда говорим что 413 канонов из 719 ежедневно целенаправленно порушили в храмах а у нас не нарушается ни одной да не может быть ну найдите да ко мне подыскивались ужасно как попы уловить меня хотели и я им доказал у нас нет этого то я с евреями ел а канон запрещает я говорю а что бы я с ними ел-то у меня нет евреев рядом в бане нельзя у евреев с евреями мыться да я его и не пустил зачем он нужен да он бы меня как гой это и не принял ну глупости всякие и они сели попы отвечать нечего у нас не нарушается нигде и при том мы никакой натяжки не делаем это все свободно так делается до службы 7 минут мигнул свет все зашли даже шагу нельзя шагнуть полная тишина мы молимся просим у бога благословения на богослужение благодарность за неделю да где это есть найди и стоят которые опоздают стоят в притворе и ни один не дергается понятно что люди у нас совершенно другие вот когда побыли здесь ну тут еще один священник как-то приехал на дому ему молились так он говорит литургия идет а я говорит тишина и никого нет я думаю а почему люди-то не пришли открыл полное людей было больше намного ну и на квартире полное у меня руки задрожали я не могу служить страх на меня напал как так он же служил всю жизнь и вдруг увидал полная мертвая тишина вот и это ни один нам священник говорил как так никак все верующие все сто процентов крещенные в полное погружение троекратное в озере ни одного нету чтобы только брызгами его брызгали крапили можно было сделать а то нельзя нельзя почему мы так много снимаем в храме ты богослужение все нас не будет но останется пример прецедент который господь создал через нас поэтому самая большая радость когда души каются самая большая печаль когда они падают и отступают это ян богослов говорит все Игнатья Тихонович вот вы Иоанна Златоустова упомянули у него есть да десятине это слово проповедь один из вариантов я искать не буду хотя Златоуст насчитывал ни слова не говорит что меняется нам не надо определенно Златоуст нужен там где нужно толковать а толковать тут и не надо ничего зачем а учение о Троице оно уже высказано Никео Цареградский символ веры вот начинает бороду а в Новом Завете Христос ничего про бороду не сказал я говорю ну ничего что не сказал что он не сказал чтобы когда идешь застан будешь садиться то есть оправиться по тяжелому возьми с собой лопатку в Новом Завете не сказано ну и что везде на дорогах оправляться будем это касается тела что касается тела определенно и четко это уже вложено в человека маленький котенок его кошка зализывает все что из него выделяется она все съедает до тех пор пока его не начали кормить природа знает борода это не сама ли природа ущет вас ну так с бородой прямо зашел на днях тут один был Василий ну разговор зашел а он никак выискивает где я такой материал даю более полного материала о бороде чем у нас книги к истинному православию я не встречал нигде все истории и святые отцы и каноны и библия все выбрано до копейки нет 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 он находит другое ну так а зачем тебе верить тогда лицемер и все все а у меня вопрос к Сергею Павловичу можно Сергей Павлович вы как-то с иронии сказали про попрошаев что начали их снимать а может быть я чего-то не понимаю а что плохого если люди выходя из церкви подадут нуждающимся объясните пожалуйста они там годами сидят это их заработок они не нуждают ну откуда вы знаете заработок или они нуждаются действительно я знаю простите они его матом прям обругали вот эти попрошайки в этом видео я видел все сегодня просматривал кстати согласно канонов они не имеют права просить пока на руках от епископа не от священника не будет мирной грамоты мирная грамота называется они его исследуют раньше пенсии то не было ни у кого он действительно нуждается в хлебе ему разрешено было тогда быть у храма там просить или так бы видели где они стояли отдельно а сегодня любой подходит к церкви он специально коллегами делают их а потом мафия приходит деньги вечером забирают у них а нет значит они его убьют это уже обнаружено у нас никого нету ни один ну а как бы пришел ну пришел бы засох у дверей то у нас в ограду не зайдешь заперто и часовой еще ходит почему написано из посторонних никто не мог пристать к ним не смел а народ прославлял они вот это 523 деяния апостолов никогда не выполнить никогда проходной двор в них деньги деньги а у нас о деньгах даже речи нету ни разу у нас с тарелкой за 20 лет никто не прошел ни разу и деньги всегда у нас есть деньги еще ящик висит жертвовать надо на больных отдельно сестры поставлены мы полностью им доверяем поставлены специально казначей а у нас деньги там которые нужны мы всегда нуждаемся нет значит объявят дополнительно стоит ящик кому надо положит это уже говорит что мы не так делаем как везде полная свобода десятина это обязательное обязательное а жертвовать на что это свобода можно а вот я рассуждение послушал что то что можно закрыть храм замок два месяца обучать людей в принципе очень так хорошо это слышится и действительно а вот просто после этого например храм стоит где-нибудь в центральном месте в центральном районе много же зевак они все равно приходят и они будут приходить это получается надо охрану что ли ставить или каких-то как в храме христа спасителей security которые впускают храм знают кого пускать кого не впускать вот у меня такой раздумие такое вы спрашиваете как технически это да технически да просто много людей приходит как бы они ради этого приходит чтобы свечку поставить посмотреть просто и за этим никто не смотрит это что нужно специальных людей что если осуществлять по вашей схеме да если амбарный замок повесить там а как они амбарный замок когда уже группа ну они придут замок придут замок они перестанут ходить и не пойдут в другой храм где замка нет ну это Игнатий Тихонович надумка то есть это пожелание если реально смотреть на вещи конечно такую мамону сдвинуть это нереально веры в это не хватает если бы я был патриархом его не поставят первым моим делом что он меня поставили я бы спрятался чтобы не убили мафия цирковная не задушит понятно вопрос ваш как это сделать технически но ответ что security платить платить где чем они за бесплатно не будут это просто ну такое желание пожелание скорее всего храм должен быть наверное в таком месте отдаленном что только знают люди верующие именно община если он центральном месте находится он там он как реклама он как торговая точка то есть там люди в любом случае будут заходить и ну разные ну как бы да там так мои просто мысли вслух извините что потратил время да был такой случай тоже пришли ребенка крестить а священник а вы евангелие это читали ну и как это Игнать Тихонть расскажи эти случаи это потом они это в храме было ну епископ то наш около нас там тоже многое принял ну и тоже к себе решил там где у него Богоявленский собор в Ишиме очевидно там и он стал говорить приходящим то вы верующий да верующий верующий ну евангелие то есть евангелия нет ну надо евангелие приобрести занятие ну раз пришли евангелие ладно пошли они купили он подошел и говорит ну крестить то уже наверное пора он говорит так я же сказал вам ну я купил евангелие еще на занятие ходить он мужик так сразу протрезвел и говорит слушай поп ты крестить будешь или нет он говорит ну я же сказал на занятие будете ходить да пошел ты под храмом говорит как раздался я только тогда вздрогнул и понял а что же я делаю это здесь ну а как у вас ну специально у двери стоят там которые следят за дверями бывает у нас ну потеряем оно никак не закрыто приезжает кто-то бывает в краевой администрации разве если нет служба идет РИО новости это российское информационное агентство приехали фотографы а уже сказано трижды восклицает священник и лиц и оглашенный из идите то есть кто оглашенный готовится отлученный за грех который не крещен должен выйти а из идите то есть выйдите мы их всех знать должны и что всех знаете 20 тысяч за раз входило у Анфима Некомедийского и чужих не было это делается очень просто это много когда людей это или очень святая община или это так как попало все идет все позволено делать и мы кто там стоит подходят и говорят вы откуда там за храмом уже да такие-то приехали мы хотели вот посмотреть а у вас с собой табака нету нету так женщины в брюках надо переодеться ой мы не знаем ну у нас платье там есть юбки она тут же переодевает а при том к прокурору приехал я в лагерь ее не пустил ролик стоит помощник прокурора далее она тут же юбку надела и сейчас только говорит ой как она красиво выглядит да ей так идет такая она фигуристая ну мужики-то на другое смотрят ну и то правда ну а дальше уже у нас все это знают другая приехала Роспотребнадзора такая что говорит необъемная но я ее не пускаю говорю документы оставьте свои здесь а тогда я запущу но согласилась она документы оставила за станом я их запустил а теперь-то за стол садиться без платка за стол не пускаем платок надеть надо они тут же надели мы угощаем их то есть ну это можно и тебя люди-то еще больше будут считать за настоящего мужика вот мне задают вопрос вот у вас если люди в брюках женщина то вы выводите из храма я говорю нет ооо не ожидали такого ответа я говорю а как их выводить когда мы их не запускаем они у нас не зайдут у нас контрольные специально называется смотрители смотрители за порядком смотреть юбка или платье подол не должен быть выше 10 сантиметров под земли это все соблюдается а что это в Янтьянге других там вот в Вьетнаме где у них это государственный закон у полицейского палочка он ее замеряет и все и тут же ее на шкура дерню если нет то у нас замечания делают и переодевают специально платки лежат можно делать если ты бога боишься и ценишь церковь не только ту где находишься по местную и при том это у нас никогда не изменялось вот приехали приехал митрополит с патриархией а мы так к зарубежной церкви относимся но теперь ничего нас не разъединяет мы всегда признавали благодатность московской патриархии и они привезли с собой хористов молоденькие девчонки там я не знаю 9 что ли из них Маша барабаш они сразу все к ней все переоделись все под булавку два платка и как будто они наши все как одна никто не заставлял почему нас все люди слушаются а тут же архиерей ребята что все с поясами семинаристы все пояса сразу надели даже не уговаривать я никому не подходил это уже другие сделают а могут они сделать здесь нет не могут и не потому что много а потому что все расхлябано мы проехали с миссией 600 городов вообрази из города в город съездить что это остановиться надо при том 600 библиотек я навещаю и дарю полный комплект своих книг 38 томов и ни разу ни разу не было что после когда я выступаю предлагаю помолиться нужно головной убор надеть все наденут что-то найдут все везде и ни разу не было ну что вы тут выдумаете вот сектанты еретики они сразу ну какое значение главное сердце главное это сердце нам не надо сердце говорить из сердца злые помыслы исходят глубокие воды кто ее вычерпает и везде 600 мест заезжали и не было ни одного кто нам противоречил нигде поэтому мы верим Бог с нами слово со властью сказанное так говорит Господь Бог и показываем где место второзаконие 22 глава 5 стих я открываю считаю все дрогнуло и подвиглось я с священником вчера только тут разговор был ну я вот в другом месте был что сделал а ты ничего не делаешь еще а ты скажи говорит и получится мне нравится выражение Бонапарта Наполеона говорит главное вязаться в драку а там видно будет немедленно сразу же меч изножен остановить беззаконие и все много или мало мы не знакомо вместе находимся и при том не только мы были в Чечне где-то а в России прошли север Сергей Павлович ездил и везде одинаковые отношения вот все час прошел можете задавать любые вопросы пока вопросов нет тогда продолжим чтение так может никого нету ты проверь не может быть чтобы так тишина такая была может кто-то вопрос задает до микрофона забыл включить такое бывает вот Иван зашел Андрей Толошкин здесь внимательно слушаю ну молодец Игнатий вопрос вопрос такой вот вы когда говорили про евреев вам подыскивали священники хотели уловить и вот тут сказано про евреев которые иудаизм исповедуют которые Христа не приняли вот с ними не надо да в бане и вот это правильно я понимаю нет ты шире вопрос составишь я вот не вижу сегодня здесь Евгения Трапко нету он-то как раз из мессианских там евреев то где-то и сколько ходил говорит встречался там шатался там годы годы ушли на это говорит один раз только встретились вот здесь в интернете сразу он пошел и принял крещение с полным погружением русской православной зарубежной церкви он участвует у нас здесь отдельно они потом тут беседуют вот Анастасия тоже не знает пришла или нет такая умная девушка вот как-то бы ее к нам нынче в гости-то завез чтобы Игнатов Сергей Егорович она все знает феодоритом пользуется канонами а учится в университете это очень редкий талантливый человек и она тоже всей семьей только один раз встретились она перешла православие это Бог делает а почему это не сила убеждения а сила благодати Духа Святого все ответил а вот можно вопрос по Писанию в Ветхом Завете я читал недавно про Давида ему Господь предложил три вида наказания а во что он согрешил чем он согрешил там он хотел по-моему посчитать воинство свое или численность населения в чем грех Давида да а в чем грех то милитаристский дух ему не просто население надо было узнать от 20 до 50 лет остальные в перепись не попадали узнать какая армия на кого напасть а Господь говорит я даю мужество и он сделал совершенно негодно то есть понадеялся на силу но много Бог убавил вот Ев у него был маршал свой министр как назвать его там министр обороны и он его уговаривал а он сила превозмогла царь приказал сделали а потом задрожал сам что же я наделал а что перепись да не перепись и дело то намерение какое было у израильтян детей не записывали никогда и женщин не записывали во-первых несовершенная в обоих случаях женщина несовершенная слабой умы слабая воля утлый сосуд утлый это означает близких к разрушению дырявый а дети несовершенные они когда накормил Христос 5000 не считая женщины детей а почему не считают она более прожорливая еще ну вот так и поэтому родословное ведется только по мужской линии у русских же не говорят меня родил отец родила мать а у евреев отец Авраам родил Исаака Исаак родил Якова вот надо эту терминологию знать ну а дальше само уже легко дальше расшифровывается все благодарю слава Иисусу вопрос есть Игнатий Тихонович давай на литургии вопрос у меня такой возник у нас грехи прощаются в крещении перед тем священник как перед причастием объявляет примите едите все есть кровь и тело для прощения грехов как это понимать можешь прощаются грехи в крещении правильно прощение грехов когда мы идем на исповедь и священнику когда исповедуется он говорит властью данной мне от Бога да разрешишься от грехов при счастье кровь Христова эта жизнь дает жизнь кто не будет при счастье иметь говорит тело если не будет иметь в себе жизнь правильно считайте здесь все сместилось нигде в Библии не сказано что при причастии прощаются грехи нигде ни разу это вот закоренелая практика так они привязывают к причастию потому что причастием он может человека прищемить вот сегодня спрашивают а какие самые большие сроки на которые ваш батюшка отлучает я говорю согласно канонов если аборт сделала 10 лет будет за дверями стоять батюшка нигде не погрешает в этих вопросах если жена изменила мужа значит положено 9 лет 9 лет она торчит за дверями и плачет там я к примеру говорю а человек напился там бывало такое-то 2 года отлучен пост не соблюдает на 2 года тоже это канон нам думать-то не надо нам просто нужно брать и исполнять на дороге которая стоит он знает что у тебя если там нет того-то или еще что-то там какой документ какой штраф от и до это везде так статья она гласит эта статья говорит до до какое самое высшее наказание а бывает берут по минимуму да еще и под амнистию женщина с ребенком или как ну у нас же литургию как правильно мы понимаем святые отцы составляли вот златоуст василий великий а вот эти слова откуда взялись для прощения грехов примите едете не знаю откуда они взялись златоуст не говорит это василий великий правило 92 правила в книге правил василия великого златоуста ни одного правила нету нету григория низкого некий сарийского это есть то есть где-то 7 вселенских соборов 9 поместных и кажется 13 святых отцов которые правила составляли одни даже из вопросов и ответов я как-то правило сказал игумен даже Кирилл Сахаров он сам написал это Игнатий сказал говорит срок уменьшается вот потому-то на одну треть он говорит я никогда не считал про это ну не считал я ему правила сразу показываю вот женщина переодевается мужскую одежду под клятвую под проклятием это уже соборы идут в Новом Завете а соборы они не нужны какой-то православный без соборов то православия нету православие это четкость грань Игнать Тихонович он имел ввиду что вот Иоанн Златоуст сочинил литургию составил литургию вот и литургии Иоанна Златоуста да понимаешь какое дело что сочинил это сочинил Ленин Ульянов а Златоуста написано творение святого отца нашего Иоанна Златоуста когда я начитывал такой заголовок был всегда да еще серверации ну что сказать мы если считаем то должны прислушаться толкование главное это толкователь священного писания каноны для нас обязательные за нарушение если священник не накладывает сам на себя наложи и выполни Игнать Тихонович а как относиться к тому что вот у меня ну например вечен и брак да а потом женщина идет или мужчина ну как правило женщина идет берет у епископа разводное письмо там или как это сейчас называется и где написано что брак уже не имеет канонической силы вот как к этому относиться ко всему знаешь Зина в печку видел собачье сердце профессор Филипп Филиппович Преображенский говорит Зина в печку этот календарь ничего этого нет вот а выдумка нет ни одного правила на развод нет ни одного только за измену когда может разместись если муж изменяет но при этом он должен остаться одним пока она не умрет так что лучше примириться если если не дай бог такое случится говорит ну что сделаешь если было так вот меня очень знакомый человек просто настоящий публицист большой человек может кто его и слышал Владимир Русак Русак ему 7 лет накатали за то что он там выступал и мы познакомились еще при советской власти и когда я в Америке в 92 году был я у него там был ну вот человек смел вот написано вышло пир сатаны это надо зарядить у меня книги книга есть это его книга он подарил ну видимо в интернете тоже это есть все рукоположения за что когда кто пострадал все есть но секрета никакого нет что жена его не дождалась и поэтому если он с ней сходится он жертвует саном его сюда переманил патриарх Алексей второй когда был он приехал кажется преподавать начал в семинаре или в академии здесь сейчас точно могу не сказать но факт то что это работа патриарха Алексея второго и он с женой своей сошелся сошелся раз он ее вернул она была уже это его право но сан с него снимается навсегда он пожертвовал саном чтобы ее вернуть его мы не можем осуждать и он на церкви за это не отлучается может быть от причастия на какое-то время но нигде этого нет так все пока давайте поговорим ну давайте пока почитаем евангелие от ана вторая глава 18 по 22 стихи на это иудеи сказали каким знамением докажешь ты нам что имеешь власть так поступать иисус сказал им в ответ разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его на это сказали иудеи сей храм строился 46 лет и ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тела своего когда же воскрес он из мертвых ученики его вспомнили что он говорил это и поверили писанию и слову которое сказал иисус толкование когда иудеи увидели что господь делает это с великою властью и говорит дом отца моего не делайте рынком но говорят уверен с каким-нибудь чудом что ты сын бога и что ты им послан словом разрушьте не поощряет их убийству прочь такая мысль но зная их намерение совершить намекает на то что случится безотложно нужно знать что когда храм в первый раз строился при соломоне тогда все без нужды исполнено 20 лет впоследствии же когда евреи после пленения получили позволение строить храм они начали возобновлять его царствование Кира потом встретив препятствия со стороны завистников продолжали построить царствование Артаксеркс при нем же пользуясь полную безопасностью с большим трудом могли окончить это дело когда же говорится что иудеи во время строения в одной руке держали копье а в другой строительное орудие то они были в таком большом страхе от соседственных идумеев а не от персов ибо от них то есть от персов как я сказал они пользовались полную безопасность а сейта постройки бывшей после плена говорят что она продолжалась 46 лет так как иудеям препятствовали и потому они протянули ее до царствования Ира и до Артаксерка и неудивительно что не поняли слов Иисуса иудеи равно как и ученики для них были два величайших затруднения одно то что дело воскресения очень неудобо понятно тем более что им вовсе неизвестно другое то что живущий в теле есть Бог шалом 15 10 так вопросы можно Игнатих вчера Игнатих вчера в чате вот у нас тут в группе была жаркая жаркая полемика насчет монашества епископ монах или епископ женатый и вот что лучше кто лучше вот обсуждали я я все это уже перекопировал и вставил события дня завтра утром буду дальше дальнейшее о монашестве я дал сразу где-то 25 наверное тем которые разрабатываю при том материалы которые я даю их не опровергнет никто никогда почему они состоят только из библии из жития святых из канонов церкви там моих слов то почти нету только связать между собой предложение человек который сопротивляется этому он должен сказать я антихрист антихрист и поэтому я против человек нормальный имеющий страх божий разве он может идти против против духа святого я выслал это вам всем я выставляю вы продолжайте спорить я даю материал который вам нужно проверить что там написано тема ну минимум неделя а вы никого не видите перепрыгиваете уже в азарт вошли вы играете этим это не годится так я тогда второй раз повторяю этот материал сбрасываю сейчас еще раз сброшу вам сюда материал так нельзя я дал материал который прекращает всякий спор ты только нажми и там 25 нажимов сделал один проверь эту тему при том я беру если жития святых число как звать и кавычки открыты выдержка оттуда скопирована иногда на один вопрос я из 20 житий беру вообрази это что а житий это 1271 кажется вы не обращайте внимания я же вам сбрасывал материал и там считай что монашинка когда возникло когда епископы захватили это власть вопреки слово божие и кто епископ муж одной жены муж а он один наоборот даже неженатых и ставить надо реже не надо они все узурпировали власть у меня эти вопросы подробнейшим образом описаны к ним нельзя ничего добавить потому что это исторические данные когда было какой результат ну то есть завтра выйдет ролик можно будет посмотреть какой ролик я вчера вам выставил дважды повторил это означает не ролик а ссылка которая статьи у меня на форуме стоят на нашем форуме не на сайте например монашество нежизненно и дальше ты только нажми и дальше идут все эти места писания или кто придумал монашество такая тема только нажми ее второй или третий пункт и опять все это идет дальше нет ни одной притчи у Иисуса Христа которые показывали монашество он говорит царство небесное подобно человеку который посел там взял семя разбросал нет такой притчи царство небесное подобно человеку который дал обет не жениться заперся за стены и всю жизнь моллился на пупок смотрел таких притч нету нету а наоборот я тебе дал ты должен прибыток сделать иди на торжище приявились а масла не хватает масло добрые дела соделая на духе святом с любовью только нажал и опять следующее монашество разрушило семьи монашество гробит государство и опять дальше места писания и все монашество у меня выражение есть монашество в том виде повторяю в котором оно есть оно принесло зло может быть в сотни раз больше чем вместе взятые коммунисты фашисты мусульмане и масоны они самые ценные самые сильные высасывали из народа и гробили за стенами не давая потомства у одного только пахомия великого одиннадцать тысяч мужиков сидело вообрази это дивизия самая боевая полная дивизия не какая-то там разрозненная а были монастыри по пятьдесят тысяч государство начало разваливаться никого нету ну вот так я вам ответил а вы ноль внимания обратили ну и путайте сидите друг другу что говорите у меня вопрос 1 коринфянам 5.11 но я писал вам не сообщаться с тем кто называет братом остается блудником или лихаимсом или идолослужителем или злоречивым или пьяниц или хищником с таким даже и не есть вместе вопрос допустим брат вот впал в один из перечисленных грехов и ходил на исповедь и принес покаяние мы к нему как должны относиться как не есть с ним вместе до тех пор пока он и станет с верными вместе пока эпитемия не кончится или уже раз он в покаянии принес и в покаянии грехи прощаются или мы должны его испытать как вот этот момент непонятен до каких пор очень понятен если пьяница вот у нас такой есть где-то мы значит он все покаялся у батюшки все зашел а теперь когда у нас обед случается он там в кочегарке отдельно обедает одежду сюда чтобы даже не заносил гнушаясь даже одеждой тут нашелся блудник написано так у нас это выполняется а ему не нравится не нравится значит никто его не держит у нас тут был один через Виктора Андреевича пришел врач институт закончил ну и бросил жену и спутался с другой бабенкой ну и что сделать-то мы сразу ему сказали одежу раздевайся в кочегарке тут и дальше ну он ушел совсем ушел мы за него не отвечаем нет тут вопрос вот в чем написано остается блудником таким неизвестим а он уже не блудник он уже он уже раскаялся я говорю церковные каноны правила которые церковь распределила а канона не было разговора у апостолов это все потом пришло почему Дух Святой трудился и показал без этого нельзя должна быть четкая здесь по времени и сроки и прочее мы отвечаем так как есть сегодня получается что в крещении грех его не прощает в крещении на исповеди грех его не прощается да он уже крещеного это сделал речь это о крещеном который сделал а если он пришел не крещеный в крещении все прощается он принимается как есть Он раскаялся и все. Почему? Нет, а если после крещения в покаянии же грех прощается. Все кончилось. И пяти миллион несет. Ну скажите, вот сейчас, допустим, отец Глеб Грозовский судится. 14 лет накатили ему. 14 лет. Но он раскаивается, все, простите и проще. Заплатил им там полтора миллиона. Срок никуда не уменьшается от этого. Он был и остается сроком. Прощается, стой за оградой. А так это легко. Два шага и в дамках. В церкви никогда этого не было. Были такие эпитемии, на 30 лет отлучали. Это когда бывали враги захватывали, а отступники из христиан не только помогали врагам, но знали, где они скрываются и выдавали их. Выдавали. Ну вот как было, допустим, когда Гитлер наступал, то говорят, евреев всех истреблял. Нет, не всех. Которые перешли в православие, которые отстали от еврейской злобы, ко всем гоям проще. Он их не трогал. Я считал, при советской еще власти, там, кажется, Черков или как-то фамилия, и он говорит, дедушка наш, прибежала еврейка, а Гитлер уже вошел в город-то, чтобы задним числом дал справку, что она приняла крещение до прихода немцев. И он ей выдал справку и этим спас ее. Но если человек после крещения где-то там наисповать, да тут имеется в виду, его обнаружили, вытащили, или сам он пришел, плакал. Он прощенный, но срок женщины, я осознала, я убила ребенка, да, я действительно мать, мать мертвого ребенка теперь. Но 10 лет после покаяния она должна стоять за дверями. 10 лет. Но мы-то к ней, к этой матери, должны как к убийце относиться, покуда и к теме они кончатся, или как к сестре, или как... Ну как, написано 4 ступени. Первая ступень, ну на 4 срока одинаковая, по 2,5 года, плащущая. Она должна стоять на улице и плакать, и других просить, помолитесь обо мне грешно, я убила человека. Больше ей ничего не разрешается говорить. Дальше. Припадающие. Потом разрешается третий срок слушающие. И четвертый куб настоящие. То есть стоять вместе, не выходить с соглашенными, но причащаться нельзя. Но срок уменьшался, когда не пропускало богослужений, горько плакало, и тогда епископы собирались и решали ее участь. Срок мог быть скащенный на одну треть. Но не больше. Вот сейчас пост наступил, к священнике подходят, или к епископу. Вот я не могу, у меня гастрит там начинает перечислять. Ну ладно, что сделаешь, немощь. Он не может разрешить ничего во время поста, кроме растительного масла, елея называется, и вино. Вино там, для здоровья там. Совсем немного, настоящее вино. Все. А у меня никак. Вот желудок, мне там надо курочку, бульонную. Он не может разрешить. У него права нет. Нету. Ни патриарх, никто не может разрешить. А я умру. Ну, значит, умрешь, и все на этом. Нету права никакого. Нету. Я вот сейчас приду, и кому-то там, губернатору краю скажу, я хочу быть космонавтом. То есть только посмеется, и все скажет, у меня власти нет, вас сделать космонавтом. У него власти нет на это. Но я хочу, чтобы генерал был. Я полковник, но надо генералом быть. Он говорит, это Москва утверждает, от меня не зависит. Определенная грань влияния таланта его и должность. А сегодня попы наворачивают такое, что ему даже митрополит этого не делает. Вот у нас здесь сейчас писать письмо будет, сначала епископу. Одна сестра. И там пришла, три года уже стоит на улице. А всего шесть человек, семь ходят в храм. В Алтайском крае. Она стоит на морозе, у нее валенки протаивают до земли. И она никуда не уходит. И сейчас поп на торжество православия, анафема, анафема им. Анафема, он с ума сошел. Анафема в соборах делается, там где-то что-то там, ну, такое, как Лев Толстой. Да таких случаев почти нет сейчас. А он один поп. Он, видимо, не просыпается. Но этот вопрос будет перерешен. Обязательно даже не здесь, да к вечности. Сейчас вот к ней батюшка приехал прищищать ее, а потом она напишет все и местным епископам раздаст, отвезет или как там, ну, а потом, если ничего не поможет, тогда уже к патриархию. А лихаимцы, это кто такие? Лишнее берут, процентщики, ростовщики. Лихва. Которые деньги в банк под проценты положили, да? Ну, лихва там продает свое, чего не стоит, он больше берет. Везде увеличивает свое богатство через излишнюю вот эту стоимость и прочее. Лихва, с лихвой. Он обманывает товар второго сорта, он его первым. Мне вот рассказывали, в Америку приехал отсюда, он здесь был продавцом. И там устроился продавцом, его Аркадий звать. Ну, хозяин пришел и говорит, как торговля-то идет? Он говорит, да нормально, все хорошо. Ну, хорошо торгует, да хорошо. Он его в холодильник-то открыл, а там мясо. Говорит, а что ж ты его-то не продал? Такое мясо хорошее. Да это я себе, говорит, отрезал. Как себе? Ну, как? Я же торговал, и кому-то поменьше там, который вторым сортом было, говорит. Я его первым сортом. Хозяин так и ахнул. И у него своя клиентура, он давал звонить, кто брал, покупал мясо. Придите, получите деньги. У него новый продавец, он не знал, что это вторым сортом мясо-то идет. Вот как. А его сразу уволил. Аркаша, иди своей дорогой. А он думает, как лихой. Торговец, который настоящий-то, он лишнего не берет, он по стоимости. Я слышал такой рассказ, пусть бы он к месту оказался. Тоже приняли молодого в магазин, а там такая по мелочи, тысяча мелочей-то. Ну, а который ходит, там менеджер, кто наблюдает, и хозяин спрашивает, ну как? Он говорит, да так ничего. Говорит, он разговаривает, долго много разговаривает, мне не нравится. Говорит, он с покупателями прям говорит целый час. А что продал? Ну, какую-то там маленькую вещишку одну, нам же это невыгодно. Ну, говорит, поговорить. Он его призвал и говорит, так, как работает? Ну, да хорошо, у вас коллектив, говорит, такой хороший. Ну, хороший-то хороший. А ты сколько сегодня продал он? Ну, клиентов обслуживал? Он говорит, одного. Одного? Да вот все по 15, по 20. Ну, я, говорит, не мог так. Ну, и что же вы продали? Он говорит, удочку. Удочку. Ну, он тогда решил его послушать. А вы, какой, говорит, доход? Он говорит, 475 тысяч долларов. Хозяин, да как так, удочку. Ну, а дальше уже пошло у него разговор. Он больше всех заработал. Мужчина подошел и, ну, разговор зашел, там, в удочку. Он говорит, купи. Он, когда купил, говорит, а ты какую рыбу-то любишь? Он такой, он говорит, а то вот туда надо ехать. Он взял еще там снасть. Ну, туда ехать далеко, но зато уж там отдых будет, будь здоров-то. У тебя какая машина? Он такая. Э, надо грузовую вот такая, как у тебя есть-то. А мужик богат, он покупил у него свой лендровер, там, прицеп такой. Ну, и все. Он говорит, это как, из одной удочки? Да нет, говорит, он пришел прокладки жене купить-то. А я говорю, раз у тебя день все равно испорчен, так давай ты хоть на рыбалку езжай. А на даче вот так разговор и пошел. И он его продал. Лихвы никакой не было. Он все по цене точно. Хозяин думает, вот это нашел я себе. Вот мне говорят иногда, вот вы с сектантами беседуете, когда, ну, 55 лет практика, это не опишешь, какая огромная практика. А как начинаете беседовать? Я никогда не думаю об этом. Я ни специальности не спрашиваю, ничего. Он говорит, а я молюсь. И бывает, одну фразу сказал, дальше спокойно разговор где-то пойдет. А одна беседа, мы идем вместе, уже идет в храм и молится. Молится. Вот представьте, самый известный сейчас доктор богословских наук, патриархии Геннадий Паст, город Абакан, бывший представитель Томского университета, физик, математик. И только одна беседа была до утра. И он стал уже православный. Все. Принял крещение, он закончил семинарию, академию, был магистр, а теперь доктор богословия. Патриархии. Вот его послушать есть что. И он все везде подчеркивает, когда первый раз встретились. Встретились, а я в это время на ремонте был, я строитель. А он внизу банку держал, и я ему отвечал на вопросы. А потом к нам вернулись, и до утра шла беседа, вся записана, и она выставлена в книгах, в Word перевели ее. А как это так? Он столько у баптистов, руководителей был, у сектантов, у пятидесятников, а это не имеет значения. Он задает вопросы, и все вопросы отвечены. И он сразу понял, у сектантов, у юридиков, у них от головы, а у православия от Духа Святого. Я говорю, какая тема? Ну, 10 деп у нас хорошо обработано. Стал говорить в конце меня, ну как? Я говорю, ложь, одним словом. Как ложь? Вы не можете объяснить, что такое елей, что такое крик в ночи. Ну и дальше все такое. У православных все четко разграничено. Ну и я ему вопрос задал. Есть в двух вещах, в которых Богу, говорит, невозможно солгать. Что такое? Он говорит, я знал, сразу все потерял. Я ему снова объясняю. Он понял, противоречить никак нельзя. А это не то, что я знаю. Просто Бог мне дал память запомнить, как толкует там Блаженный Августин, Иероним, Поляков Смирский, Пеодорит Кирский. Вот это все сохранилось. Он всегда везде подчеркивает, где он обратился. Даже вот сейчас трехтомник держите. В предисловии там как раз сказано, что вот это толкование со всех святых отцов сделал по моему благословению, как он говорит. Я пришел с работы, а у меня разные люди. С Академгородка, там маленькая холубка, 12,8 квадратных метров. Тут и кухня, и спальня, и приемная, и мастерская на 12 квадратах. И люди сидят по углам тут везде. И у каждого задание. А он сразу задал вопрос. Говорит, можно вопрос? Я говорю, давай, а вам кто дает задание, чем заниматься? Вот это вопрос. Мне-то кто дает? Я им всем даю задание и ухожу на сутки. Я ему дал задание заняться откровением. Положил перед ним книги, которые есть, толкования уже есть. Ну, а дальше он начал искать во всей мировой литературе. Он все это описывает. Это Бог делает? Я не знал, что от него такой будет вопрос. А другим задание было полегче. Они все пришли к Богу. А почему до этого не приходили? Мне не надо вопросы задавать. Бог так сделал, избрал и сказал. Вы спросите, вот Евгений Трапко, почему он пришел через нашу встречу? А до этого у него встреч было и каких только не было. Но одна встреча, и он встал здесь. То есть, это Бог, вот ответ. Благодать. Я гляжу, Рустам пришел вот здесь, Гусейнов. Явно фамилия и все говорит, что это не русский человек. А мы сроднились с ним. Господь его сердце коснулся. Он все время заходит и то помолиться попросит. И вот я вижу на занятиях. Андрей Ложкин, военный. Где-то там с Североморской или откуда приехал. Приехал сюда сам. У меня здесь побыл вместе по Теряевке. Побыл интересный человек. Вот в красном стоит Надежда Благодатская. В этом году приехала, приняла у нас крещение. Виталий у нас жил здесь. Но это вот по порядку. Андрей недоступ. Это вообще каждое событие дня он рассматривает и мне скидывает. Краткое содержание. Никита это с Украины приехал. Тоже через свидетельство. Крещение тут принял. Но я кого только вижу здесь. Другие книги выписывали. С чужих-то тут почти никого и нету. Ну, чужие, в смысле, мало знакомые. Я даю материал в конечной инстанции. Дальше искать нечего. Ты задал вопрос о монашестве или о мощах. Я тебе выдаю такой материал, который нигде нету. Нигде. Не просто нигде. В мировой литературе за 3000 лет не было. Нигде. То есть все выбрано. Весь материал. Если ты это не принял, то тебе уже ничего не поможет. Ну, все. Замолкли. Ну-ка, давайте. Осмысливаем ответ Игнатий. Сергей, вот он как раз вышел, Игнатов. С Украины приехал. Да не просто, юрист. Да еще, говорит, теперь путешествовать любил. Говорит, а теперь только в Потеряевку буду ездить. Я правильно сказал? Да, Игнатий Тихонович. Я уже приехал туда, что искал. Ну, вот. Видишь как. Это Бог так делает. Да. Ты постарайся эту Анастасию привезти. Суду молиться. Молись. Она была Ревекка, вот теперь приняла крещение, стала Анастасией. Вот она сейчас туда приехала из Казахстана. Она была свидетелей сторожевой башни. Одна встреча. И она стала православной, приняла крещение с полным погружением. Была Райхан, стала Рахиль. Как близко-то подходит. И дочь приняла Руфь. И два внука. Один Марк и Рафаил. И она, я боюсь, говорит, вы умрете, ни разу не встретимся. Я говорю, не езди, я все равно приеду. Вот она, давай, езжай. Она была, мы все храмы обошли. У архиерея были. Вот, нынче зимой. Вот в семнадцатом году. Вот это же все мы выставляем, как ездили, говорили. Это все в человеке. Я вот попутно спрошу, Вячеслава вижу, как на работе у тебя и дома обстановка. Несколько слов. Вячеслав, я обращаюсь к вам. Ко мне? Ну, конечно. Да нормально все. Да слава Христу, слава. Вот и все. Больше нам говорить не о чем. Мы славу уже возносим вместе. Видите как? Мы вот еще не встречались ни разу. Вот даже сегодня гляжу. Ну, может быть, я тут не знаю, ошибаюсь или нет. Но мне видится здесь, что парализованный Сергей Козлов даже здесь был. Вначале, может, сейчас не вижу я его что-то. Он был, он защитил. Он ушел? Да, ушел. Пока он здесь живой, познакомьтесь поближе. Удивительный человек. Удивительный. Это не то, что Ник Вуйчич там ездит, везде по всему миру выступает. Этот шевельнуться не может. И сколько ему Бог дал. Какое широкое сердце у него большое. Ну, что, наверное, все у нас. Ресурс кончился. Давай, как котенок паля. Это все далеко микрофон у вас или что? Еще так тихо. Котенок паля выздоровел. Выздоровела, да. Вот сейчас, минутку, сейчас покажу ее. Минутку. Давай сюда ее. Вот сюда вот где-то, перед этим, передо мной. Вот она. Ага. Вот. Значит, уколы делали, все. Она ударилась. Узнали причину, ударилась. С высоты прыгнула, видно, и головой ударилась. И у нее там гематома, видать, была. Еще осталось два укола сделать, и все. Вот она. Пожалуйста. Смотри, какой пушистый. Да. Слава Богу за все. Да, слава Богу. Мы молились, ее ребятишки любят. Ей 7 месяцев. Такая хитрющая. Укол ставить, а мы ее заворачиваем в тряпку. И она только тряпку берем, она шмыг в подпол и жди, когда придет. Она понимает, что ей больно будет. Вот молодец. Видишь, какой интересный. Что даже Палю и то вспомнил. Мы же молились за нее. Молились, да, молились. Мы просили, чтобы Господь оставил. Потому что дети ее любили. Это элемент воспитания. И поэтому я голубей специально держу не по родистой в комнате, а поймал диких. Дикие. Мне просто посмотреть, что у них заложено. Как сейчас голубенок, как он воспитывается. И они уже опять новое гнездо делают. У меня в коробке летают. А по комнате летают. А там породистые. И в Потеряевке. Ты видел. Лазил везде, смотрел. А так Бог сделал. Спаси Христос. Аллилуйя. Ну что, никого больше нет? Мы сегодня с Володей причастники. Поздравляю. И я тоже с сыном своим. Вот так. Сегодня я к утру поставлю. Как у нас какой порядок. Как подходят. Потом благодарственные молитвы, как считается. Два еще маленьких ролика. Собрание сегодня я уже выставил. У меня очень плохо закачивается. Ну как плохо. Часа 3-4 один ролик. И никуда не уйти, ничего нельзя. Ну, наверное, все. Все. Я уже отошел, Надежда. Давайте помолимся. Достойно есть я, Кава и Сину. Блажит и Тя, Богородицу. Пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога наша, Голочи, и Снейшую Херувим. И славнейшую без сравнения с Ерафим. Без искрения Бога, Слова Родшую. Сущую Богородицу Тебя величает. Да, тихо. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и спросить благословения на сию ночь и на остаток нашей жизни. Любовь Твоя и долготерпение. Насколько удивительно. Ты нашел каждого из нас. Ты открыл нам Слово. Волю Твою Святую через Святую Библию изрек нам хвала Тебе. Помоги нам слышанное притворить в жизнь. Исполнить с радостью. Посети болящего, парализованного Сергея, Анастасию, Людмилу, Татьяну. Господи, даруй доброго правителя России и сохрани их от покушения на них. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос всем с Богом. Спаси Христос с Богом. Спаси Христос, аминь. С Богом, братья. Спаси Христос.